Десмургия – это раздел хирургии, регламентирующий правила наложения и применения повязок. Повязка – это закрепленный на теле пациента перевязочный материал, накладываемый на рану или другие части тела с лечебной целью. Перевязка – это процесс смены повязки или лечебно-диагностическое мероприятие, применяемое в целях создания благоприятных условий для течения процесса заживления. Классификация повязок. В зависимости от вида применяемого материала повязки бывают мягкие, которые бывают бинтовые и безбинтовые. А также твердые – это шинные, гипсовые и крахмальные. В зависимости от цели применения повязки подразделяют на Раневые повязки способствуют скорейшему заживлению ран. Они бывают сорбционные, защитные, активированные лекарственными средствами, а травматические – фиксирующие повязки. Предназначены для фиксации перевязочного материала на ране. Давящие или гемостатические повязки. Применяют для остановки кровотечения. Окклюзионные или герметизирующие повязки. Применяют при проникающих ранениях грудной клетки. Они препятствуют проникновению воздуха в плевральную полость извне. Компрессионные повязки. Предназначены для улучшения венозного оттока в крови из нижних конечностей. Иммобилизирующие повязки. Подразделяются на транспортные и лечебные. Обеспечивают неподвижность поврежденной части тела. Повязки с вытяжением. Применяют для вытяжения какой-либо части тела с лечебной целью. Корригирующие повязки. Используют для исправления неправильного положения какой-либо части тела. Классификация мягких повязок. Бинтовые повязки. Накладывают с помощью марлевых бинтов на различные участки тела пациента. Косыночные повязки. Накладывают с использованием косынки. Область применения. Иммобилизация верхней конечности. Голова. Стопа. Кисть. Молочная железа. Область промежности. Прощевидные повязки. Накладывают с помощью прощи, которая представляет собой участок широкого бинта или ткани прямоугольной формы. Область применения. Нос, подбородочная, затылочная или теменная области головы. Повязки с использованием эластичных сетчато-трубчатых бинтов. Область применения. Практически все участки тела человека. Клеевые повязки применяют на различных участках тела пациента. Они просто и быстро накладываются, не ограничивают движений больного и экономично. Клеевые повязки подразделяют на лейкопластырные и клеоловые. Правила бинтования. Приступая к бинтованию, следует позаботиться о том, чтобы пациент находился в удобном для него положении, а бинтуемая часть тела была доступна со всех сторон. Повязку накладывают в таком положении конечности, какое в функциональном отношении наиболее выгодно, особенно при наложении повязки на длительный срок. Во время бинтования бинтующий должен стоять лицом к пациенту, чтобы постоянно наблюдать за его состоянием. Наложение повязки следует начинать с периферических отделов, постепенно покрывая турами бинта более центральные области тела. Исключение составляют повязки на кисть и стопу. Бинтование начинают с двух-трех первых закрепляющих циркулярных туров. Головку бинта удерживают в правой руке, свободный конец в левой. Направление хода бинта слева направо. Кроме повязок исключений. Например, повязка на левый глаз, левую молочную железу и другие. Спинка бинта к бинтуемой поверхности. Бинт не должен образовывать на бинтуемой поверхности складок, карманов. Рука бинтующего следует по бинтуемой поверхности, не растягивая бинт в воздухе. Рука бинтующего должна следовать за ходом бинта. Повязку накладывают не слишком туго, кроме давящих повязок, чтобы она не нарушила кровообращение и при этом не сползла с раны. Каждый последующий тур бинта должен перекрывать предыдущий на 1,2 или 2,3 ширины бинта. Для закрепления повязки по окончании бинтования конец бинта фиксируют пластырем или надрезают ножницами в продольном направлении. Оба конца перекрещивают и завязывают, причем ни перекрест, ни узел не должны ложиться на раневую поверхность. Иногда конец бинта проводят за последний круговой тур или прикалывают к предыдущим турам английской булавкой. При снятии повязки бинт либо разрезают, либо разматывают. Разрезать повязку начинают вдали от поврежденного участка. При разматывании бинт собирают в ком, перекладывая его из одной руки в другую на близком расстоянии от раны. Требования, предъявляемые в бинтовой повязке, следующие. Первое. Повязка должна надежно закрывать пораженный участок тела. Второе. Повязка не должна нарушать крово- и лимфообращение. Третье. Повязка должна надежно держаться на участке тела. Четвертое. Повязка должна иметь опрятный вид. Основные варианты бинтовых повязок. Циркулярная или круговая. Является началом любой мягкой бинтовой повязки, а также может самостоятельно применяться для закрытия небольших ран на различных областях тела пациента. При этой повязке каждый последующий тур полностью перекрывает предыдущий. Спиральная повязка применяется для закрытия больших ран на туловище и конечностях. Начинают ее с циркулярных туров выше или ниже повреждения, а затем туры бинта идут в косом спиральном направлении, на две трети прикрывая предыдущий тур. Субтитры создавал DimaTorzok ползучая повязка применяется для быстрого и временного укрепления перевязочного материала на значительном протяжении конечностей. Начинают повязку с циркулярных туров в области лучезапясного или голеностопного сустава. Затем туры идут винтообразно вверх так, что каждый оборот бинта не соприкасается с предыдущим. Крестообразная или восьмиобразная повязка применяется на участках тела пациента с неправильной поверхностью, например, затылочная область, кисть или стопа. Начинают ее с циркулярных туров, затем следуют перекрещивающие туры, которые чередуют с циркулярными, расположенными дистальнее и проксимальное перекрещивающих туров. КОЛОСОВИДНАЯ ПОВЯЗКА Является разновидностью восьмиобразной и отличается от нее тем, что ходы бинта вместе перекреста смещаются вверх или вниз, напоминая при этом колосок. Область применения данной повязки плечевой и тазобедренный сустав, большой палец кисти, паховая и ягодичная области. Черепашья повязка накладывается на область коленного и локтевого суставов. Существует два варианта данной повязки сходящаяся и расходящаяся. Расходящаяся черепашья повязка начинается с циркулярных туров, проходящих непосредственно через область сустава. Затем один тур ложится выше, а другой ниже первоначальных циркулярных туров. Перекрест туров осуществляется через подколенную или локтевую ямку. На нижней конечности повязка заканчивается на бедре, выше надколенника, а на верхней конечности на плече над отростком локтевой кости. Сходящаяся черепашья повязка начинается с циркулярных туров на голени или предплечье ниже области сустава. Затем через подколенную или локтевую ямку бинт уходит на бедро или плечо, соответственно, как можно выше сустава. Там пинтуются несколько циркулярных туров для прочности повязки, а затем накладываются циркулярные туры выше и ниже области сустава, перекрещиваясь в локтевой или подколенной ямке и смещаясь при этом к суставу. Закрепляют повязку на бедре или плече, так же, как и расходящуюся черепашью повязку. Возвращающаяся повязка накладывается на голову, например, шапочка гиппократа, кисть или стопу, а так же ампутационную культю верхней или нижней конечности. Повязку начинают с циркулярных туров, затем по передней поверхности бинтуемой конечности делают перегиб бинта и вертикальный тур идет на заднюю поверхность конечности, возвращаясь потом назад. Фиксация вертикальных туров осуществляется горизонтальными, циркулярными турами или спиральной повязкой. Т-образная повязка применяется для фиксации перевязочного материала при наличии раны в области промежности крестца или копчика. На поясе кладутся несколько горизонтальных циркулярных туров это называется поясок. Спереди или сзади к пояску фиксируется отдельный бинт которым накладывают вертикальные туры через область промежности поочередно подхлестывая его под поясок. КОНЕЦ КОНЕЦ Заканчивают повязку фиксируя свободный конец бинта к пояску. Бинтовые повязки на голову циркулярные циркулярные повязки на голову применяется при небольших ранах головы в височной лобной затылочной или теменной областях циркулярные туры накладываются через все вышеперечисленные области головы над ушными раковинами чтобы повязка была надежной бинт идет непосредственно над надбровными дугами лобной области и через бугор затылочной кости затылочной области повязка на правый глаз применяется при повреждениях глазного яблока повязка начинается с двух трех циркулярных туров на голове над ушными раковинами затем на затылочной области бинт опускается косо вниз огибаясь снизу правое ухо возвращается на лобную область головы закрывая при этом правый глаз глазное яблоко закрывается стерильной салфеткой далее по голове